Возвращение на историческую родину работ выходца из Брещины – знаковое событие. Вполне объяснимо, что в этот день музей истории в буквальном смысле яблоку было негде упасть. Интерес к творчеству земляка Якова Балглея, работы которого в разные годы выставлялись в лучших галереях Парижа, привел горожан увидеть собственными глазами признанные шедевры искусства. До кульминационного момента передачи в дар картин художника гости узнали об интересных фактах из жизни мастера кисти и карандашей, а также увлекательном и долгом пути, которые преодолели дорогие экспонаты перед тем, как попасть в хранилище истории Бреста. Картины художника Якова Балглея были выкуплены у владельцев Парижской галереи «Мадам Шапиро» почетным консулом Леонидом Стоецким. Это пример личного соучастия в процессе наших неравнодушных горожан, людей, состоявшихся в жизни и профессионально, и по-человечески. И когда вот пришел один из журналистов, сказал, Александр Степанович, есть возможность приобрести для Бреста несколько картин нашего замечательного земляка, что будем делать. Я сразу вспомнил, что у нас есть хорошие, толковые, патриотичные люди. Пригласил этого уважаемого представителя дипломатического корпуса и нашего земляка, Игорь Леонид Владимирович, есть возможность вернуть городу эти картины. И человек за свои личные средства сделал это. Вот это для меня очень дорого. Яков Балглея родился в прошлом веке. Молодые годы посвятил изучению архитектуры и рисованию. Среди его коллег-соотечественников – Шагал, Сутин, Кикоин и другие художники, оставившие след в истории изобразительного искусства. Творчество земляка стало более широко известно после его смерти. Ретроспективные выставки Якова Балглея неоднократно украшали галереи и музеи Парижа. Благодаря инициативе Леонида Стоецкого сегодня и у Брещан и у гостей областного центра есть возможность любоваться творениями художника. Работы под названием «Мольба и Чита», выполненные угольным карандашом и сангиной, без всяких сомнений, займут достойное место в сокровищнице истории Бреста, станут хорошим дополнением музейного фонда Республики Беларусь. Я вырос в Бресте, ходил в первую школу, которая теперь первая гимназия, первый выпуск физико-математического класса. Я всегда считаю, что надо что-то делать для города, в котором ты родился. Называть это малой родиной, ну неправильно, это не малая родина, это просто твой родной город. Брест – город широкой культурной палитры. Это неоднократно повторял в своей речи глава города Александр Рогачук, обращаясь ко всем присутствующим во время торжественной церемонии. В этом нет никаких сомнений. Сохранение культурного наследия – одна из первостепенных задач, как представителей вертикали власти, так и каждого отдельного жителя. И уже сегодня ощутимые результаты работы в этом направлении – передача подлинных картин Якова Балглея – одна из ступеней одного большого пути по восполнению городской коллекции шедевров изобразительного искусства и литературы. Следующим этапом должна быть, конечно, наша развернутая работа по возвращению Брестской Библии к нам в город. Очень важно, что в этой работе будет участвовать общественность, что это не будут не бюджетные деньги, а будет участвовать общественность. И думаю, что это будет хорошим праздником для всех граждан. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.